Добрый день, коллеги! Мы продолжаем. И моя задача, собственно, в первой нашей части рассказать о некоторых таких, может быть, на наш взгляд, важных моментах, которые возникают при обнаружении различного вида угроз в корпоративных, либо ведомственных, либо в промышленных сетях. Если мы посмотрим на понятие угрозы, то оно состоит из нескольких элементов. Это у нас есть нарушитель, у нас есть некоторые действия, которые он реализует против цели, и, собственно, они приводят к последствиям. Поэтому наша задача, собственно, понять, можем ли мы обнаруживать каждый из этих четырех элементов. По нашему собственному опыту, а о нем я буду рассказывать уже в конце сегодняшнего дня, мы с помощью традиционных решений обычно видим до 95% атак, которые идут на корпоративные ведомственные сети. В нашем случае это на нашу корпоративную сеть. Для борьбы с этими 95% угроз тратится порядка 50% бюджета у нас в компании, и это традиционные решения. Фаерволы, IDS, IPS, система контента фильтрации и так далее. У нас остается оставшиеся 5%, которые, собственно, и составляют основную проблему с точки зрения информационной безопасности, потому что мы далеко не всегда знаем вообще, что у нас произошла какая-то проблема, мы не знаем, откуда она произошла, мы не знаем точку входа и соответствующие схожие моменты. Почему мы этого не знаем? Потому что мы обычно опираемся на информацию о злоумышленниках, о которых рассказывал Руслан с Димой, как о людях, которые начинающие хакеры, студенты, которые что-то там лобают вечерами и потом выпускают в свет свои вредоносные творения. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это целенаправленная работа, это серьезная индустрия, и злоумышленники, собственно, занимаются приобретением тех же самых средств защиты, которые вы используете для борьбы с этими злоумышленниками. Они изучают, как они работают и, соответственно, разрабатывают методы проникновения, которые не обнаруживаются традиционными средствами защиты. Вот, собственно, статистика различных компаний. Я специально не привожу здесь статистику ЦИСКа. По нашим данным, это около 200 дней. В среднем не обнаруживается вредоносная активность внутри атакованной сети. 200 дней, которые, к сожалению, злоумышленник делает, что хочет. Соответственно, наша задача, как можно раньше обнаружить его. Вот, собственно, этому и посвящен сегодняшний наш семинар. И здесь мне хотелось бы рассказать о том, что такое окно Джохари, которое упомянуто в названии моей презентации. Это окно, это не аббревиатура, а слово, которое появилось из фамилии двух американских психологов, которые занимались различными вопросами саморазвития для людей. Они определили, что существует так называемых у каждого человека четыре зоны. Открытая, слепая, спрятанная и неизвестная. Соответственно, открытая зона — это то, что знает человек о себе и то, что о нем знает окружающие. Вторая зона — это зона слепая. Это то, что человек о себе не знает, но о нем знают окружающие. Или думают, что они о нем знают что-то. Скрытая зона — это то, что человек знает о себе, но не знают окружающие. И, наконец, зона неизвестная, это то, что и человек о себе не знает, и окружающие о нем тоже не знают, это еще не раскрылось в полной мере. Соответственно, вот эта концепция может замечательно ложиться на информационную безопасность, в частности, на обнаружение угроз. Вот то, что рассказывал сейчас Руслан, это то, что попадает в зону открытую и слепую. Это то, что известно вам, как специалистам по безопасности, и, разумеется, известно злоумышленникам, которые эти методы применяют против вас. Либо это зона слепая, то, что, возможно, у вас не реализовано, но то, что реализуется против вас злоумышленниками. У нас остается еще две зоны, скрытая и неизвестная, которые также необходимо контролировать. И вообще задача, с точки зрения обнаружения различного вида угроз внутри сети, это увеличить зону открытую. Чтобы мы со злоумышленниками были примерно на равных. Мы знаем, они знают. И дальше зависит от того, насколько у нас качественные средства обнаружения и нейтрализации тех или иных угроз. Поэтому начинаем мы с реализации защитных механизмов, с точки зрения обнаружения угроз, с открытой зоны. То, что известно нам, то, что известно злоумышленникам. Это классические инструментарии любого безопасника. Это фаерволы, это IDS, это антивирусы, это сканеры безопасности, которые ищут что-то известное. Они ловят атаки в сетевом трафике, они ловят активность на узлах, они ловят вирусы по сигнатурам, они определяют уязвимости по определенным параметрам на узле, там дистанционно, либо локально. Неважно. Соответственно, для этого используется широкий набор различных инструментов, которые у вас применяются в ваших организациях, которые решают определенное количество задач. По статистике ЦИСК в нашей собственной сети эти традиционные инструменты, если они, разумеется, используются в совокупности, закрывают 95% проблем. Соответственно, с этими решениями возникает только одна проблема. Уровень доверия к производителю. Обычно, когда мы говорим про антивирус, у нас антивирус один, может быть два. И информацию о вирусах, которые он ловит, мы берем от кого? От производителя антивируса. Если мы говорим про обнаружение атак, мы получаем информацию о сигнатурах атак от производителя и больше ни от кого. По сути своей у нас одна труба, один канал доставки информации. То есть все зависит от того, что происходит по ту сторону, которую мы не видим, что происходит у разработчика средства защиты. А его можно купить, он может ввести санкции или подпасть под санкции, он может обанкротиться, вариантов огромное количество. И мы остаемся один на один с неработающим, с необновляемым средством защиты, которое на момент покупки было отлично, но с течением времени, к сожалению, прекратило выполнять свои задачи. Вот один из примеров, здесь не важно название компании, важна методология. Прекрасно мы понимаем, что не бывает средства защиты, которая обнаруживает 100% всех проблем. Даже если это само по себе средство защиты очень неплохое, может быть находится в каких-то там правых, верхних магических квадратах какой-либо аналитический компания, это совершенно не важно. Если мы опираемся только на одно средство или на один тип средства, то, к сожалению, злоумышленники обходят механизмы защиты, потому что они знают, как эти средства защиты работают. Можно попробовать использовать число источников. Это надо делать, беря либо частные, либо платные, может быть бесплатные данные о том, какие угрозы могут быть. И этим знанием оснащать средства защиты. То есть опираться не только на информацию, которую нам отдает вендор, но и опираться на информацию, которую мы получаем из каких-то других источников. Эти источники могут быть разные. Собственно, это могут быть какие-то другие средства защиты. Это может быть публичная информация в сети интернет. Это могут быть какие-то фиды, которые мы скачиваем из интернета. Платные, бесплатные, неважно. Если мы возьмем в качестве примера системы обнаружения атак российского производства. Сейчас не будем говорить про западное, именно российского производства. Они все базируются на системе СНОРТ, которая была разработана Марти Решем, который потом создал компанию Sourcefire, которая затем была куплена компанией ЦИСКО. Вот сейчас все российские системы обнаружения атак опираются на сигнатуры, разработанные за пределами Российской Федерации. За редким исключением. За исключением одной компании, которая сама пишет сигнатуры, помимо получения других сигнатур. Вот, собственно, вот компания западная, Emerging Threats, которая за деньги пишет сигнатуры. Эти решения покупаются российскими разработчиками российских систем обнаружения вторжений, сертифицированных по требованиям СТЭК, по требованиям ФСБ, входящих в систему Госсопка и так далее. А теперь представьте ситуацию, о которой я уже сказал. Ввели санкции и этим компаниям прекратили продавать сигнатуры. Их продукт превратился в тыкву, потому что он не ловит больше никаких новых атак. Потому что сигнатуры им не отсылают. А сами они не пишут, у них нет соответствующих исследовательских центров, которые могут на регулярной основе писать вот такого рода сигнатуры. И это все, обратите внимание, компании западные, которые пишут сигнатуры, в России таких нет. И это проблема, о которой надо думать, потому что всякое может произойти, геополитическая ситуация непростая и могут в любой момент отключить. Помимо проблем, связанных с доверием в сторону одного поставщика сигнатур, который опять же может обанкротиться. Вот, собственно, несколько примеров, которые будут показаны в части банкротства разработчиков и компаний, которые пользовались услугами неудел. Они оставались незащищенными. То же самое касается информации об уязвимостях. Мы обычно опираемся на информацию сканеров безопасности, там MaxPatrol, Qualis, Tenable, возможно, какие-то другие продукты, но это же не единственный источник информации. Мы можем брать данные из базы данных в стека, которые регулярно обновляются. Сейчас планируется новое серьезное обновление, вплоть до поддержки овала. У нас может быть Вульнерс, который мы можем использовать, который бесплатный и также отдает нам информацию об уязвимостях. У нас может быть сервис IntelliShield Security Information, сервис, например, от компании Cisco. То же самое, что Вульнерс, также выдает информацию по нескольким тысячам различных вендоров об уязвимостях в их продуктах. Варианты различные, они не привязаны к сканерам. Это второй, может быть, третий источник, который расширяет ваше знание об уязвимостях в вашей инфраструктуре. То есть вы тем самым увеличиваете вероятность обнаружения тех проблем, которые один продукт не обнаружил. И вот здесь мы, собственно, приходим к такому понятию, как Threat Intelligence. Это инструмент или процесс, который позволяет оперативно обновлять ваше знание об угрозах и нарушителях. Без этого, к сожалению, сегодня бороться с угрозами становится невозможно. И Threat Intelligence это не процесс обновления сигнатур вирусов, а так уязвимости от вендора. Это отдельно выстроенный процесс, в рамках которого вы получаете откуда-то извне, либо с помощью своих собственных аналитиков, если у вас есть информацию об угрозах, оснащаете этой динамично меняющейся информацией ваши средства защиты, ваше инфраструктурное оборудование, ваши костовые какие-то системы, и ищете, помимо имеющихся у вас там приобретенных в рамках всяких корпоративных соглашений, корпоративных договоров средств защиты, то, что эти средства защиты не ловят. Причем далеко не всегда это платное решение, они могут быть вообще бесплатными, но у вас в этом случае повышается эффективность обнаружения. То есть вы уже не полагаетесь только на один источник информации об угрозах, а вы комбинируете это из разных источников, тем самым повышая эффективность общей системы защиты. Если посмотреть на понятие threat intelligence, то оно состоит из двух вещей. Получение информации об угрозах и о нарушителях. Вот с точки зрения обнаружения нарушителей сегодня ни у кого нормально процесс не выстроен, он не выстроен даже в госорганах, в спецслужбах, не говоря уже про корпоративные ведомственные службы информационной безопасности, по той простой причине, что атрибуция нарушителей сегодня очень сложная задача. Она сложна не только технически, она сложна юридически, она сложна геополитически. Если взять последние примеры, когда Россию обвиняли в атаках на Соединенные Штаты Америки, то есть вот примерно так, как это видели американские специалисты из России, прямо из здания главного разведительного управления, идут атаки на Соединенные Штаты Америки. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это взгляд военного, который привык иметь дело с обычными, а может быть с ядерными вооружениями, когда из шахты уходит боеголовка, и действительно, если она вышла из территории России, значит за этой боеголовкой стоит Россия. Вряд ли мы можем предположить, что какое-то постороннее лицо может запускать ядерные боеголовки. Вот военный взгляд. С точки зрения интернета мы прекрасно понимаем, что у нас могут быть огромное количество промежуточных узлов, и за атакой может стоять Китай, который, например, решил перессорить Россию и Соединенные Штаты Америки. За атакой у нас могут стоять сами Соединенные Штаты Америки, которые арендовали сервер где-нибудь на площадке Ростелекома, либо там йоты, если посмотреть на, собственно, те доказательства, которые приводили Соединенные Штаты Америки, и через них атаковать сами себя. С технической точки зрения атака будет выглядеть как исходящая из России, а на самом деле она шла с того же самого государства, которое якобы и было атаковано. То есть атрибуция, к сожалению, сегодня задача очень непростая. Методы существуют, но они обычно используются в комбинации. Это и анализ лингвистических параметров, и так называемая стилометрия, изучение почерка программистов. Это и временные, конечно же, параметры, это изучение, собственно, адреса, откуда шла атака, и там реверс инжиниринг вредоносного кода для изучения того, что внутри находится, может быть, там какие-то комментарии остались, и тому подобные моменты. То есть это очень сложный процесс. Более того, он бывает выстроен таким образом, что тот или иной автор вредоносного кода специально старается замаскировать свою активность под какую-то другую хакерскую группировку. Такие прецеденты тоже были. Например, лаборатория Касперского неоднократно про это упоминала. И, например, в своих материалах они практически никогда не проводят атрибуцию и не говорят, вот за этой атакой стоит вот именно такая-то страна, либо такая-то там группировка, либо еще что-то. Они говорят, вот атака, вот индикаторы компрометации, оснастите свои средства защиты этим знанием, и вы сможете бороться с этой угрозой. Вы не сможете узнать, кто за ней стоит, возможно, без каких-то оперативных методов, но с угрозой вы бороться будете, что и является основной задачей. Вот поэтому, когда применялись одиночные доказательства, которые были приведены в отчетах в Соединенных Штатах Америки, ну, с технической точки зрения это выглядело очень смешно. И мы прекрасно понимаем, что если атака шла из часового пояса московского, это не значит, что атака шла из Москвы. В этом же часовом поясе находится Ирак, Иран, Ливия, которые тоже имеют зуб на Соединенные Штаты Америки. Собственно, в этом же часовом поясе находятся соседние с нами государства, например, та же самая Белоруссия, часть Украины. Если мы говорим про Россию, то почему-то у многих иностранцев, особенно американцев, они забывают про то, что у нас 9 часовых поясов, и, соответственно, атаки могут происходить откуда угодно. Ну и шуточно, хакеры не сидят с 10 до 6 на своем рабочем месте и потом не уходят по домам, прекращая свою деятельность. Поэтому с точки зрения атрибуции и злоумышленника сегодня существует огромное количество проблем, о которых просто надо помнить. И если у вас нет действительно различных оперативных возможностей идентифицировать, лучше в эту тему не влезать. Возможно, там приобрести какие-то внешние сервисы, они сейчас стали появляться. Но в целом задача более чем непростая. Лучше сосредоточиться на получении информации о самих угрозах. Это так называемые индикаторы компрометации, которые могут выглядеть в совершенно различных вариантах. От самых банальных, это IP-адреса, либо хэши вредоносных файлов, либо файлов, которые заражены, либо являются какими-то доказательствами, так называемыми артефактами того, что на узле, на каком-то узле в вашей сети присутствует либо вредоносная программа, либо хакер, до более сложных вещей, когда описываются там целые сценарии, целые цепочки действий злоумышленника, которые можно идентифицировать. Это сложный вариант. Обычно все оперируют десяткой классических индикаторов компрометации, которые можно скачивать из интернета, либо на бесплатной, либо на платной основе. Качество будет в этом случае сильно меняться, конечно же, но гарантии 100% тоже никто не дает. Поскольку эта информация меняется динамически, мы должны четко понимать, что то, что, например, попало как вредоносный, например, домен час назад, спустя час уже может таковым не быть. Это действительно регулярно обновляемая информация. Это с одной стороны плюс, а с другой стороны минус. Это действительно непрерывный процесс получения этой информации об угрозах и оснащения этим знанием ваших средств защиты. А большинство из ваших средств защиты, будь то фаерволы, IDS, системы контроля доступа в интернет и так далее, системы контроля доступа внутри сети, они могут использовать эту информацию, получать ее на вход и дальше контролировать то, что у вас происходит либо на периметре, либо внутри сети, опираясь на эти знания, а не только на знания, получаемые от производителя средств защиты. Опять же, задача вот этих индикаторов компрометации, получаемых из внешних источников, улучшить и повысить вероятность обнаружения вредоносной активности, чтобы вы не опирались только на один продукт, который у вас есть, а действительно опирались на большой такой вселенский разум, который, собственно, повышает вероятность обнаружения деятельности злоумышленников. Руслан упоминал такое понятие, как киллчейн, соответственно, вот эти самые индикаторы компрометации могут быть привязаны к различным этапам киллчейна, для того, чтобы мы могли как можно раньше обнаруживать факт реализации угрозы против нас. Разумеется, даже если мы на этапе получения управления либо выполнения каких-то отрицательных действий сможем зафиксировать атаку и заблокировать, это уже неплохо, хотя лучше, конечно, чтобы было еще на этапе разведки, а может быть даже и предсказать атаку, о чем будет рассказывать Дима. У нас есть там определенные технологии предиктивного обнаружения угроз, которые еще даже не начали реализовываться, но мы о них уже можем составить представление и оснастить средства защиты и информацию об этих технологиях. Соответственно, в каком варианте мы можем получать информацию об этих угрозах, об этих индикаторах компрометации? В виде так называемых фидов, небольшие порции динамической информации, которые поступают к нам с определенной периодичностью, там раз в час, раз в день, там может быть раз в несколько раз в час и так далее, используются для этого различные стандарты протоколы и XML, и JSON, и может быть даже специализированные протоколы типа STIX, TAXI, SIBOX и так далее, о которых я скажу чуть дальше. Соответственно, как выстроить процесс работы с этими индикаторами компрометации? Во-первых, мы начинаем, разумеется, с эпизодического применения этих фидов, чтобы посмотреть, насколько вообще мы готовы с этим работать. И затем идем вплоть до использования отдельных платформ с Red Intelligence, использования специального API для автоматизации этого процесса, исключения из него человека, а может быть даже дойдем до того, что будем обнаруживать угрозы внутри себя, формировать фиды и отдавать, например, во внешний мир, обмениваться со своими дочерними предприятиями, обмениваться с правоохранительными органами, или, например, в рамках Госсопки с Госсопкой отдавать им фиды, а может быть отправлять их для банка в Финцерт, который будет их анализировать и потом раздавать другим банкам. Варианты могут быть различные. Соответственно, источники фидов у нас могут быть разные. Их существует, наверное, ну, может быть не несколько сотен, но под сотню точно различного качества, различной частоты обновления, различной фокусировки, там, географической, отраслевой и так далее. То есть действительно данных очень много. Есть у компании Arbor такая информация, есть у Spamhouse такая информация. VirusTotal отдает такую информацию. ThreadGrid, AllenWalt отдает такого рода информацию. Дальше у Cisco есть такая информация. Malware Domains также отдает эту информацию. Причем эта информация разная. Это и домены, с которых распространяется вредоносный код, либо с которых реализуется та или иная вредоносная активность. Это, собственно, хэши вредоносных файлов, это IP-адреса и тому подобные вещи. Ключи реестра, названия файлов, которые являются доказательствами наличия вредоносной активности внутри вашей сети, либо на отдельных ее узлах. Это большое количество ресурсов. Многие из них бесплатные, часть из них является платная. Тут выбирать, разумеется, вам. То есть там я даже все не старался приводить. То есть они регулярно появляются что-то новое. Сейчас немалое количество, например, в Америке создаются стартапов, которые занимаются вот такого рода индикаторами компрометации. В России, к сожалению, пока данных не очень много. У нас есть госсопка, которая ведется восьмым центром ФСБ, которая готовит такого рода информацию, распространяет. У нас есть финцер при центробанке, которые также распространяют эту информацию в виде бюллетеней об угрозах, и эта работа активно развивается. У нас есть 3-4 компании. Группа IB, лаборатория Касперского, перспективный мониторинг и Positive Technologies, которые, по крайней мере, заявляют, что у них есть соответствующие сервисы post-red intelligence. Может быть, они пока не явные в бета-режиме, но эта работа ведется, но она существенно уступает тому, что есть на Западе. То есть на Западе этот рынок развит достаточно давно и очень активно. Поэтому, если вы будете выбирать эти фиды, а я рекомендую выбирать эти сервисы для работы с фидами, обратите внимание на критерии, которые могут быть вами использованы при выборе того или иного источника фидов. С точки зрения бесплатных фидов берите, по сути своей, все. Вы сами уже в рамках практики отсеете те, которые генерят слишком много ложных срабатываний. С точки зрения коммерческих, разумеется, придется изучать более внимательно. Но все из них предлагают тесты, реальные варианты, до нескольких недель, чтобы вы оценили, насколько они эффективно работают. После того, как мы понимаем, что да, нам фиды нужны, вы перейдете к мысли о том, что надо это все как-то централизованно управлять. Потому что один фид, да, вы его подключили к средству защиты, и проблемы нет, но когда у вас фидов 10, 20, 30 источников, возникает задача централизованного получения этой информации, хранения и раздачи на ваши средства защиты. Соответственно, здесь могут использоваться специализированные платформы. Они также могут быть разные. От платных и достаточно серьезных типа Палантира до бесплатных решений на базе Хедупа и на базе там MongoDB, либо Митровских сервисов. Например, у нас в Cisco используется open-source решение КРИЦ от корпорации Митр. Но про это я буду рассказывать сегодня в конце дня. То есть, как бы варианты различные, платные и бесплатные. Причем у них функционал зачастую очень сильно похож. Разница только в уровне поддержки. Open-source вы применяете сами и сами его поддерживаете, и один на один с ним сталкиваетесь, ну, помимо комьюнити, которая есть. А в случае с коммерческими решениями, соответственно, вы получаете полноценную поддержку в любое время дня и ночи, ну, в рамках своего сервисного контракта. В России, к сожалению, пока нет специализированных платформ по Threat Intelligence. У нас есть только отдельные фиды, которые компании готовы предоставлять. Вот, соответственно, что это за платформа? Threat Connect, достаточно популярная на западе платформа. Кридс — это бесплатное решение open-source от корпорации Миттер, вот, которая является авторами базы CVE и множество других стандартов по обмену информацией об угрозах. Соответственно, это Threat Grid, это Eoc Bucket и тому подобное. То есть платформ несколько я брал те, которые являются коммерчески интересными или open-source решениями. Я не брал вещи типа Palantir, которые ориентированы на работу с государством, со спецслужбами, и которые там стоят каких-то вселенских масштабов денег, которые нет у большинства из заказчиков. Вот, вплоть до того, что можно построить систему платформы Threat Intelligence на базе open-source решения Maltego. Над ним есть соответствующие настройки, которые также позволяют вам реализовывать сбор информации об угрозах и потом распространение в неком нормализованном варианте, в неком стандартном формате по либо дочерним предприятиям, либо по средствам защиты. Даже у Facebook есть своя платформа для обмена информацией об угрозах. Они ее в 2015 году анонсировали, Threat Exchange, то есть платформа для обмена данными об угрозах, об уязвимостях и так далее. Также есть свои критерии выбора на ваше усмотрение. Понятно, что у коммерческих систем больше функциональности, но они не стоят денег. У бесплатных систем функций меньше, но они более гибкие с точки зрения доработки, если у вас есть свои собственные аналитики, программисты, которые готовы докручивать open source под свои задачи. Разумеется, в какой-то момент времени перед вами станет задача автоматизации всех ваших задач с точки зрения получения фидов, и поэтому платформа, либо решение, которое вы будете применять, должно обладать соответствующим API, который будет отдавать вам данные в разных совершенно форматах, либо вы будете к нему подключаться для того, чтобы получать информацию. Например, у вас есть хэш-файла подозрительный, вы хотите проверить, вредоносный он, либо нет. Вы отправляете хэш, получаете вердикт. Файл чистый, файл вредоносный, либо файл подозрительный. У вас есть IP-адрес, у вас есть домен какой-то, DNS-запрос, вы его отправляете по API, получаете ответ, и, собственно, оснащаете этим знанием ваши средства защиты. Блокировать, пропускать, ну и так далее. То есть такой непрерывный автоматический процесс, который за счет API позволяет это делать. И в целом у вас, когда вы дойдете до последнего этапа, когда у вас есть фиды, есть платформа, есть API, перед вами встанет задача полноценного выстроения процесса. Сред интеллидженс, соответственно, для этого вам понадобятся различные стандарты, различные протоколы, их много, они, каждый из них решает свою задачу. Это и обмен информацией об уязвимостях, об атаках, о нарушителях, о целых хакерских компаниях и так далее. Есть стандарты, которые распространены, например, в Америке, американскими компаниями. Есть стандарты, которые продвигаются в Европе, и они, соответственно, поддерживаются европейскими цертами. То есть выбирать вы будете то, что подходит больше всего именно под ваши задачи или под те средства защиты, которые вы применяете. Там многие ориентируются разработчики, поскольку они сосредоточены в Америке именно на американские стандарты обмена информацией об угрозах. Но вот обратите внимание, их действительно очень много. Идем дальше. Следующий вопрос, который вы должны себе задать, я его уже упоминал, это риски, работая с такого рода внешними источниками. Это не панацея. Вот есть два примера. Один известный кейс, который был как бы два года назад компанией Норс, известный как бы производитель, вендор и поставщик информации об угрозах, несколько уволившихся сотрудников заявили о том, что данные, которые распространял в виде индикаторов компрометации Норс, являются фейковыми. Просто как бы люди собирали где-то данные какие-то, посторонние IP-адреса, посторонние хэши, и потом распространяли их в рамках своей платной подписки. Вот такой пример. Или вариант вот здесь, совсем недавний. В ноябре этого 16-го года произошел компания Солтра, которая, собственно, передавала и отдавала данные для американского финансового Церта, так называемый Айсек финансовый, аналог нашего финцерта. Она обанкротилась. И, соответственно, финансовые организации в течение недели не могли обмениваться данными об угрозах, киберугрозах через данный центр. Потом появились некоторые альтернативы, но это, собственно, пример того, что ориентироваться только на один источник не стоит. Лучше использовать сразу несколько источников информации об угрозах. После того, как вы получили эти данные, эти фиды, соответственно, вы можете использовать их разными путями. Можете загнать в СИЭМ, и СИЭМ будет искать эти индикаторы компрометации в том объеме данных, который к нему поступает. Можете загнать напрямую на средства защиты, например, если это данные об IP-адресах, сразу их в мешочетевой экран загонять, если у нее есть функция подгрузки блэк-листов с IP-адресами. Можете использовать в ручном режиме с помощью там либо PowerShell, искать их на файлах, либо с помощью специальных инструментов. Обратить индикаторы компрометации, искать их либо в сетевом трафике, либо на узлах те же самые хэши, названия файлов, ключи реестра и тому подобные вещи. Многие из этих решений также бесплатные, но есть и коммерческие решения, которые автоматизируют многие из этих вещей и снимают с вас нагрузку. Это вот что касалось открытой зоны. Теперь мы переходим к слепой зоне. Это то, что известно злоумышленникам и неизвестно вам как специалистам по безопасности по тем или иным причинам. Почему это может быть неизвестно? Ну, например, у вас не хватает логов. Точнее, логи есть, но вы не собираете с них данные. Либо вы не коррелируете информацию из разных логов. Отсюда возникают пробелы в обеспечении информационной безопасности. Поэтому вам надо для того, чтобы повысить эффективность работы системы защиты, увеличивать объемы данных, которые вы будете собирать и анализировать. Это логи, разные логи. Это, соответственно, сигналы тревоги, которые вы получаете от антивирусов, IPS, систем контента, фильтрации и так далее. Это, собственно, сам контент, который вы можете анализировать на предмет признаков редоносной активности. Это потоки, например, NetFlow, JFlow, SFlow, IPFix и так далее в зависимости от того, на базе какого сетевого вендора вы строите свою инфраструктуру. Это могут быть и должны быть идентификационные данные, чтобы оперировать не только IP и MAC адресами, но и перейти сразу на работу с именами пользователей, с названиями устройств, чтобы более оперативно проводить расследование и реагирование на инциденты. Собирать эти данные необходимо совершенно разных участков сети, не только периметр, но и облака. Если вы используете облака, мобильные устройства, если вы их используете, промышленные сегменты, если они у вас есть, внутренняя сеть, дочерние предприятия, возможно, даже информация от клиентов, также может поступать в систему анализа для обнаружения то или иной вредоносной активности. Соответственно, неплохо составить примерно такого вида матрицу, для того, чтобы вы понимали, какие данные вы собираете сейчас, для того, чтобы понять, чего вам не хватает. Чтобы вы понимали, что вот, например, у меня есть WAV, но он работает только на защиту сервера, а в CM данные не отдает. Либо у вас есть маршрутизатор, который выполняет функции доступа в интернет, и вы его не используете в качестве системы анализа потоков, системы контроля доступа на уровне периметра, то есть вообще не задействуете его функционал с точки зрения безопасности. Хотя это можно было бы сделать, если он справляется по производительности, он не работает на пределе своих возможностей. То есть вот такого рода матрица для разных участков сети, потом вы соотносите это с различными индикаторами компрометации, которые вы получаете, либо которые извне, либо которые вы получаете изнутри от различных систем защиты. И дальше, собственно, сопоставляете и смотрите, чего вам не хватает. Какие инструменты вы можете использовать для анализа, например, того же самого NetFlow, то есть сетевых потоков, которые обычно не анализируются на предмет аномалий и на предмет тех или иных вредоносных активностей, ограничиваясь только периметром. Это могут быть, как правило, бесплатные решения, а могут быть и решения коммерческие. То есть, опять же, это на ваше усмотрение. Разница между коммерческим и бесплатным решением, она очевидна. Бесплатное, оно бесплатное, но придется помучаться. Это коммерческое, оно просто в настройке в управлении, но оно стоит денег. То есть, варианты тут могут быть различные. У всех у них примерно функционал с точки зрения сбора телеметрии одинаковый. Дальше разница только в анализе. Например, если вы используете там какой-нибудь TCP-дамп, вам придется вручную собирать где-то информацию о том, какие признаки несанкционированной активности в сетевом трафике могут быть. А если вы используете стелс-вотч, то у вас уже эти признаки заложены в систему и регулярно обновляются. То есть, варианты остаются на ваше усмотрение. Они, главное, есть. Главное, не забывать про них. Идем дальше. Для слепой зоны нам в обязательном порядке нужна корреляция, потому что данных становится очень много. Это и логи, это и NetFlow, это и идентификационные данные и так далее. Поэтому это все надо коррелировать. Здесь вам необходим соответствующий инструментарий, это может быть, опять же, бесплатное решение. Например, базовая лицензия на Splunk. Она небольшая, но она полнофункциональная для небольшого количества событий. Это может быть решение типа OpenSock, которое мы разрабатывали внутри Cisco для своих задач, потом выложили по гнушной лицензии на GitHub и оттуда его можно взять. И сейчас он поддерживается полностью Apache Foundation. Это полноценная система выстраивания собственного сока. То есть это локальный CM, это корреляция, это анализ сетевого трафика, обогащение данных и так далее. Вы можете взять, построить из собственных компонентов, из отдельных компонентов, там какой-нибудь Hedup, Kibana, Elasticsearch, если у вас есть соответствующая экспертиза. Варианты могут быть различные. Ну, либо в конце концов вы можете использовать полноценные коммерческие решения типа ArcSight, LogLogic, там уже не базовая лицензия Splunk и так далее, которые многие вещи будут за вас автоматизировать. Варианты различные, вам главное просто перейти к ним, не просто думать, у меня нет денег на корреляцию, поэтому я буду по отдельности в ручном режиме раз в неделю смотреть логи, которые мне приходят. Инструментарий сегодня есть, он достаточно богатый, главное им воспользоваться для тех данных, которые вы будете собирать. Скрытая зона. Скрытая зона это то, что известно вам и к счастью неизвестно злоумышленникам. Известно вам, потому что у вас есть информация о контексте происходящего в вашей внутренней корпоративной, ведомственной либо промышленной сети. Это самый главный момент, понимание контекста, который позволяет вам загружать в систему анализа информацию внутреннюю, в которой нет злоумышленника. Но разумеется, если он не поставил свой снифер и не мониторит, то ровно то же самое, что мониторите и вы. Но это, наверное, самый худший сценарий, который также можно рассматривать. Мы исходим из того, что у вас внутри все-таки злоумышленники не орудуют так же, как ваша IT-служба. Они имеют гораздо меньше знаний о том, что у вас происходит. Поэтому вы в вашей системе анализа можете загружать, либо там в Threat Intelligence платформы, загружать информацию о том, что генерят ваши системы, ваши пользователи, и тем самым повышать эффективность работы систем аналитики. Вот те упомянутые мной платформы для Threat Intelligence в общем-то это позволяют делать, помимо подключения внешних данных, на которые вы никак не влияете, вы можете загружать туда свои данные, коррелируя внешние и внутренние источники, повышая тем самым эффективность обнаружения вредоносной активности. Соответственно, что знаете вы и чего не знают злоумышленники? Ну, как правило, не знают. Это ваши активы, IT-активы внутри сети, это, собственно, ваши пользователи, что они делают, какие у них роли, где они чаще всего находятся или должны находиться. Это файлы, которые у вас должны быть, протоколы, которые вы используете. То есть, это знание о том, что у вас происходит, это ваша норма. Соответственно, любые отклонения вы будете затем рассматривать как аномалию, а потом, после анализа и, может быть, и как вредоносную активность. Соответственно, откуда вы это берете? От тех же самых средств защиты, которые у вас есть. Файрволы, IDS, антивирусы, системы анализа логов или сбора логов и тому подобное. То есть, источники данных у вас те же самые. Их надо просто подогнать к системе анализа и научить ее анализировать. Либо, если это там решение коммерческое, оно уже умеет анализировать эти данные. Их надо просто собрать в едином источнике. На что здесь можно обращать внимание? Не только на системную активность, которая у нас происходит на узлах либо в сети, что мы чаще всего и делаем, но и на смежные данные. Финансовые какие-то вещи, HR, объектовые вещи, то есть, например, интеграция со SCUD. Человек, получая там доступ к консольному порту, например, в ЦОДе, к какому-то оборудованию в ЦОДе, а он не проходил на территорию ЦОДа. И сейчас система говорит, что он там где-то либо в командировке, может быть, либо в отпуске. Аномалия в явном виде, а может быть, даже вредоносная активность. Но, скорее всего, аномалия. Человек либо, например, отдал свой пропуск коллеге на время своего отпуска, либо на время своей болезни, а может быть, это злоумышленник от имени пользователя выполняет какие-то несанкционированные действия. То есть, эту информацию желательно коррелировать. Разумеется, прекрасно понимают, что вот это уже высший пилотаж, вот эти данные получают от системы физической безопасности, от HR, от бухгалтерии, от системы экономической безопасности, могут далеко не все или далеко не все этого хотят делать. Но без этого зачастую очень сложно найти внутреннего злоумышленника, либо найти внешнего злоумышленника, который попал внутрь и который маскируется под вашего собственного сотрудника. Соответственно, источники данных для анализа помимо телеметрии это и те системы, которые я назвал, HR, бухгалтерия, скуды и тому подобные вещи. Ну и дальше мы, собственно, готовим под это дело опять же те же самые индикаторы. Извне мы их уже не получим. Это то, что мы должны понять, что нас интересует. Неудачные попытки входа в систему, доступ к нетипичным ресурсам, профиль сетевого трафика. Например, там если вспоминать историю с Сноуденом, ведь это в чистом виде был нетипичный трафик, когда человек, администратор получает доступ к огромному количеству различных серверов внутри сети и закачивает к себе данные. Нетипичная активность для администратора, чтобы он огромный объем данных себе скачивал. То есть, это можно было бы проанализировать и понять заранее, как минимум обратить внимание на то, что происходит некая аномалия и возможно провести расследование, что и как. Изменение привилегий, нетипичные команды, например, вряд ли можно ждать от сотрудника на ресепшене, что девушка будет пользоваться и знать, что такое PowerShell и пользоваться им. Это однозначно аномалия, а может быть даже явный признак вредоносной активности, на что стоит обращать внимание. То есть, вот такого рода вещи знаете только вы. И, соответственно, вы можете это загнать в вашу систему, чтобы они срабатывали как триггер на появление такого рода нетипичных событий, нетипичных индикаторов. То есть, их может быть достаточно много вплоть до анализа социальных сетей. Когда человек, например, начинает жаловаться на свое руководство, начинает активно общаться с конкурентами или с представителями конкурентов, ну и так далее. Там в одной из организаций была даже реализована система, когда на мобильные устройства сотрудников вставился MDM-агент, который анализировал местонахождение сотрудников. И там одного из инсайдеров вычислили, когда он слишком часто находился в офисе у конкурентов, что, в общем-то, не является типичной деятельностью для сотрудника компании. Ну, в данном случае, в данной компании. То есть, вот такого рода вещи, как бы, в виде индикаторов можно анализировать, но это требует понимания контекста. Что такое контекст? Контекст — это добавление к базовым событиям, которые нам генерят сетевое оборудование либо средство защиты дополнительной информации. Возьмем в качестве примера сетевой трафик. У нас есть время, у нас есть доступ от кого куда из внутреннего к внешнему адресу. Классический, как бы, набор данных, который есть у большинства средств сетевой безопасности. По ним совершенно невозможно сказать, есть здесь угроза либо нет, надо обращать внимание на это, либо пропустить. Добавляем сюда контекст. Например, пользователя. То есть мы уже можем оперировать не IP-адресами, а учетными записями пользователей. И, соответственно, в логах, когда у нас это попадет, мы сможем более оперативно проводить расследование, особенно если у нас внутри сети реализована схема с DHCP. То есть динамическая адресация, когда IP-адреса меняются у узлов. И там сегодня это один узел, а завтра у этого IP-адреса уже другой узел. Соответственно, при расследовании, особенно спустя какое-то время, это надо учитывать. Если мы привязались сразу к учетной записи, это гораздо более эффективно будет и более оперативно. Дальше добавили репутацию узла. Репутация может быть у внутреннего узла, репутация может быть у внешнего узла, неважно. И уже у нас появилось больше контекста. Например, если это однозначно вредоносный узел, с которого идет распространение вредоносного кода, либо он зафиксирован в качестве элемента командного сервера для какого-то ботнета, либо это выходной узел, сети ТОР и так далее, уже мы можем более оперативно предпринимать какие-то воздействия, обнаруживать ту или иную несанкционированную активность. Если мы сюда еще добавим знания по протоколам или приложениям, которые общаются, мы еще больше сузим и ускорим процесс расследования. Например, если у меня вдруг с рабочего компьютера какого-то сотрудника слишком увеличилась активность ДНС и ДНС запроса нестандартные в рамках ДНС запроса, ДНС ответа, а там по полтора килобайта, но это явно означает, что у меня сидит какой-то вредонос, который инкапсулирует утекаемую информацию через ДНС протокол. То есть вот здесь мне нужен контекст. Контекст ускоряет обнаружение, ускоряет реагирование на инциденты. То есть от обычных данных, которые показаны вот здесь мы переходим сразу к появлению информации о тех или иных несанкционированных действиях. То есть контекст нам действительно помогает очень оперативно решать многие вопросы, обнаруживать те или иные проблемы, и главное на них оперативно реагировать, особенно если мы этот процесс автоматизируем. В частности, как у нас внутри ЦИСКа сделана, у нас есть вот такая матрица устройства с разными уровнями доступа, разными уровнями доверия, для которых реализуются свои политики доступа. То есть мы знаем контекст, мы знаем, что вот это принтер, вот это система видеонаблюдения, вот это температурный датчик, который, например, в ЦОДе где-то стоит, он по IP передает данные о температуре. У каждого из них свой набор возможностей, свои протоколы, свои пиры, с которыми он может общаться. Соответственно, это закладывается в систему, любое отклонение, то есть закладывается этот контекст, любое отклонение автоматически означает некую аномалию, которая приводит к соответствующему расследованию. То есть вот набор тех данных, которые закладываются во внутренние системы для анализа. Вот, что дальше? Что здесь нам еще может помочь обнаруживать несанкционированную активность? Визуализация. Очень полезный инструмент, который позволяет оперативно обнаруживать те или иные несанкционированные активности. Вот здесь мы видим визуализацию угрозы, как она распространяется по сети. Это можно делать постфактум, это можно делать в реальном времени, например, если мы реализуем какую-нибудь обманную систему и хотим понять, куда пытается достучаться злоумышленник, на какие узлы он пытается залезть, какую информацию он пытается получить. У нас может быть информация вот таким вот образом визуализирована для того, чтобы понять взаимосвязи узлов. и откуда к нам приходят те или иные вредоносные файлы. Это причем бесплатный сервис в интернете, куда можно загружать свои данные и получать потом ответ. Можно использовать специальные опенсорсные библиотеки, например, OpenGraphity, которые разрабатывали специалисты нашего подразделения OpenDNS, которые позволяют визуализировать взаимодействие узлов, взаимодействие между пользователями электронной почты и так далее. То есть на вход подаем большой массив данных, на выходе получаем взаимосвязи между узлами, пользователями, файлами и так далее. Ну и наконец последний элемент это зона неизвестная. Это известное высказывание бывшего министра обороны США о том, что есть вещи известные и известные, есть вещи известные и неизвестные и самое неприятное это вещи неизвестные и неизвестные. Это то, о чем мы не знаем, что мы их не знаем. В области информационной безопасности это самый худший вариант, это всякие zero day, это аномалии, которые могут привести к вредоносной активности. То есть мы о них не знаем ничего. То есть мы можем только подготовиться. И вот для этого соответственно существуют те или иные технологии. Это анализ поведения, это классификация, это машинное обучение, которые позволяют нам обнаруживать что-то необычное, нетипичное в нашей сети. И только в этом случае мы можем обнаруживать угрозы в этой неизвестной зоне. Потому что традиционные средства защиты фаерволы, айдесы, антивирусы, сканеры этого не видят. Они заточены на обнаружении чего-то известного, либо то, что мы выдадим в качестве индикаторов компрометации туда. Но то, что они вообще не знают, они конечно же не увидят. И вот именно поэтому здесь нужны соответствующие технологии. Один из них это анализ NetFlow. NetFlow это специальный как бы протокол предназначен был в свое время для траблшутинга в сетевой инфраструктуре, который применялся айтишниками для получения информации о бутылочном горлышке внутри сети, об иных проблемах. Но то, что нам генерит NetFlow на самом деле позволяет примерно как в распечатке оператора мобильной связи понять, что хорошо, что плохо. То есть, например, вот у меня есть распечатка оператора мобильной связи, я знаю, кто, когда, куда писал смски, либо звонил, отправлялся в файлы, например, если интернет подключение, в каком объеме, какова стоимость, если это, например, платные смски и так далее. Соответственно, то же самое у меня есть с точки зрения NetFlow. Ровно тот же самый набор данных. Кто, когда, куда ходил, в каком объеме взаимодействия, в какое время, ну и так далее. Вот эти данные, вот эту информацию мы можем использовать для обнаружения аномалий и, соответственно, для обнаружения вредоносной активности. Если на NetFlow наложить соответствующие профили алгоритмы, либо это делать в ручном режиме, если мы говорим о бесплатном инструментарии по анализу NetFlow, либо, если мы говорим о коммерческом уже готовой алгоритме и профиле, то мы можем автоматически выявлять какие-то аномалии, а может быть, даже и вредоносную активность, если это от аномалии идет чуть дальше. То есть, первоначально мы подаем телеметрию в виде NetFlow, в ней мы можем обнаружить аномалии, и в этой аномалии у нас может быть признаки вредоносной активности. Хотя, может быть, и нет признаков, это просто некий сбой работы сети, либо какого-то приложения. Вот, соответственно, один из примеров, вот у нас аномалия. избыточное превышение числа HTTP-ошибок при доступе на некий веб-сайт. Неизвестно, с чем связана эта аномалия. Но потом, если забегать вперед, можно сказать, что в рамках этих сообщений об ошибках инкапсулировалась утечка информации с веб-сайта. Или вот пример аномалии DNS-трафика. На первый взгляд она не так очевидна. На самом деле, если приглядеться, вот у меня пять всплесков, пять рабочих дней, дальше выходные, а дальше у меня почему-то четыре всплеска. И непонятно, почему четыре. Либо потому, что пятница выходной день, или там государственный праздник, а может быть у меня сбой, у меня упал DNS-сервер, или там еще что-то произошло. Варианты могут быть различные, совершенно различные. Это просто анализ аномалии. Мы еще не можем сказать, есть ли здесь что-то вредоносное. Но это уже то, на что стоит обращать внимание. И в этом может быть найдены те или иные признаки несанкционированной активности. И для этого, собственно, и предназначены различные технологии машинного обучения. То, что сейчас модно очень говорить, там очень много, конечно же, различных мифов и заблуждений. Там многие средства машинного обучения работают либо вот здесь, либо вот здесь. В идеале, конечно же, когда полностью автоматическое обнаружение идет. Но это пока только в перспективной технологии, некие беты различные. Большинство работает вот здесь. То есть требуется настройка, подстройка, обучение, но эти технологии действительно облегчают возможность обнаружения тех или иных несанкционированных действий. То есть как раз вот этого 5-процентного зазора, с которого я начинал. И вот то, о чем я буду говорить сегодня в самом конце дня, о том, как у нас внутри ЦИСКа выстроен процесс реагирования на инциденты, обнаружение вот этих 5% атак, вот за этим скрывается вот эта картина. И вот именно сюда тратится оставшиеся 50% бюджета службы информационной безопасности на обнаружение вот этих 5% продвинутых угроз. Соответственно, решать, тратить это или не тратить, это вам. Может быть, для кого-то эти 5% некритичные, и вы там можете себе позволить, что у вас сервисы простаивают. Кто-то не может себе позволить простое, соответственно, будут вкладываться в более серьезную систему обнаружения. И вот, собственно, наша собственная статистика, раньше у нас система обнаружения несанкционированной активности опиралась преимущественно на IDS и на антивирусы, то есть на сигнатурные подходы. Сейчас у нас преимущественно идет информация с Red Intelligence из различных источников, как цисковских, так и не цисковских, о чем я буду рассказывать в конце дня. У нас есть, конечно же, анализ NetFlow во внутренней сети, у нас есть анализ поведенческий, еще до появления модного термина User Behavior Analytics, то, что на русский язык аббревиатура звучит очень непотребно, и, собственно, сами сигнатуры. Они тоже используются, но, как вы видите, они уже даже четверти наших возможностей не представляют для того, чтобы эффективно работать и обнаруживать различные угрозы, о которых мы будем рассказывать сегодня в течение дня. Вот, собственно, все, что мне хотелось рассказать в рамках своей презентации про применение окна Джохари. Поэтому, если у вас остаются вопросы, как я уже сказал, как Руслан говорил, вы их можете задавать нам по электронной почте. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok